Вода в туалете застыла, стоит на полу. Стоять там застыл. Умываемся мы в чашке, потому что все застыло. В этом доме из благ цивилизации есть только газ. В двухэтажках по улице Миллеровская полная разруха. Температура в комнатах не больше 12 градусов. Чтобы как-то улучшить условия проживания, саратовцы пошли на крайние меры. Написали письмо председателю Газпрома. Надо стучаться во все двери. Надо просто решать эти проблемы. Надо быть более инициативными, не молчать. И тогда результат будет налицо. Первую магистраль газопровода в Советском Союзе проложили в 44-м году. И именно в нашем регионе. Алексей Миллер, председатель Газпрома, мог бы поучаствовать в развитии не только своего предприятия в Саратове, но и в благоустройстве города, считают жители Миллеровской. Жители должны проявлять инициативу, что молодежь не должна оставаться в стороне. Мы так посоветовались с соседями, с друзьями и решили написать Миллеру такое письмо. Тем более его фамилия так созвучна с названием нашей улицы. Часть улицы не освещена, во дворах не обустроена территория. Миллеровцы не просят нового жилья. Они хотят удобства. Выйти на огородную улицу у нас практически напрямую здесь невозможно. Раньше можно было между домами. Сейчас у нас там просто опасно ходить. Взять не свалки, разломные дома. Детям там запрещаем гулять. Созвучное название улицы фамилия Алексея Миллера может привлечь внимание председателя Газпрома, решили жители заводского района. Письмо с просьбой взять эту проблему под контроль уже отправили в столицу. Екатерина Савина, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Продолжение следует.